Как стать родным Богу? Когда Он еще говорил к людям, то Его Матерь и братья стояли на улице, пытаясь поговорить с Ним. Кто-то сказал Ему, «Вот Твоя Матерь и братья стоят на улице, желая с Тобой разговаривать». Он же ответил тому, кто говорил к Нему, «А кто Моя Матерь и Мои братья? Ибо кто будет исполнять волю Отца Моего, который на небесах? Тот есть Мой брат и сестра, и Матерь». Из тысяч людей, которые были вокруг Него, когда пришли Его Матерь и братья, Он указал рукой именно на учеников, тем самым отделив тех, кто слушают, и просто находятся рядом от учеников. А чьи мы ученики? НЛО, эволюции, супергероев? Какой идеологии, какой пропаганды? Ученики Иисуса Христа являются Его семьей. Ученичество, ученики, вот она тайна, вот он проект Божий. И кто будет исполнять волю Отца Моего, который на небесах, тот является Моим братом и сестрой, и Матерью, говорит Господь. Это означает, что мы становимся Семьей Божией, когда становимся учениками Иисуса Христа. А показателем настоящего ученичества является плод. Поэтому каждому важно прийти в Церковь и приложить максимум усилий, чтобы стать учеником Иисуса Христа и приносить плод. Бог знает наше сердце, кому мы служим и почему что-то не получается. И отвечает Бог именно на молитвы нашего сердца. В огрубевшем и каменном сердце Бог жить не будет. Давайте честно посмотрим на свою жизнь и увидим, чему мы по-настоящему посвящаем себя, к чему привязаны. Бог говорит, что огрубело сердце людей сих и ушами с трудом слышат и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат ушами и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы Я исцелил их. Обратитесь к Богу, исправьте ваши сердца, подпишитесь на телеграм-канал Салтаненко и становитесь учеником Иисуса Христа, чтобы приносить Богу добрые плоды. Благословит вас Господь!